Всем привет с вами с смартфонов Huawei P30 и Huawei P30 Lite. Это версия на 128 гигабайт встроенной памяти, но отличается оперативной. У Lite версии 4 гигабайта, у обычной версии 6 гигабайт оперативной памяти. Видим сзади тройные камеры LED вспышки. У Lite находится сзади датчик отпечатка пальцев. У P30 он встроен в дисплей, находится в нижней части. На передней части дисплей диагональю 6,1 дюйма. У P30, у Lite чуть больше 6,15 дюйма. Давайте включим устройство. Посмотрим кто загрузится быстрее. Насколько будет большая разница в пользу P30. Тут мы рассматриваем только то, насколько большая разница в характеристиках, в скорости работы этих двух устройств. Понятно что P30 лучше, P30 дороже, P30 мощнее. Но вот какая будет разница. Вот загрузился P30 и ожидаем P30 Lite. По размещению элементов управления все одинаково. Тут кнопки регулировки громкости, кнопка включения на нижней части, джеки для наушников, порт, USB Type-C, динамики и микрофоны. Так, включился тем временем P30 Lite. Открываем настройки, смотрим на версии операционной системы. Система, сведения. О телефоне. И сравним их характеристики. Версия UMI 9.1.0 против 9.0.1. Android 9 и там и там. Процессор HiSilicon Kirin 980 против 710. Чуть позже посмотрим чем отличается и по оперативке 6 против 4 ГБ. Разрешение дисплеев видим 2340 на 2312 и 1080. То есть по разрешению они примерно одинаковые, но отличаются дисплеями. Тут OLED дисплей против LTPS дисплея. Ок. Открываем Geekbench 4. Вот, тут восьмиядерный процессор 1.7 и 2.2. Так, этого частота четырех ядер. Тут 4 плюс 2 плюс 2 процессор. 1.8 и 1.9 и 2.6 ГГц. Видеоускорители Mali-J76 против Mali-J51. Смотрим на результаты. Так, ну, очень сильно бьет. То есть в два раза, даже больше чем в два раза в аналитерном тесте. И почти в два раза в мультиядерном тесте бьет. Обычная версия в мультиядерном тесте более чем в два раза превосходит по видеоускорителю. Этот тест видеоускорителя более чем в два раза превосходит по 30. Закрываем. Смотрим на цифры в Antutu Benchmark. В Antutu Benchmark 237 против 115 тысяч. Окей. Закрываем. Открываем браузеры Chrome. Так, откроем сайт Samsung. Samsung.com. Открываем сайт. Так. И перейдем по вот этой вот ссылке одновременно. Кто загрузит ее быстрее. P30 загрузил. Но не намного быстрее нам. Казалось бы, должен был быстрее загрузить. Переходим по этой ссылке одновременно. P30. P30 загрузил. У тебя, похоже, просто промахнулся. Да. По этой ссылке перейдем. Ну, видим, P30 каждый раз загружает. Ну, в принципе, разница не в два раза быстрее. То есть, быстрее, но так, в пределах нормы быстрее. Так, ну, тут тоже то же самое. Не намного уступает скорости загрузки и рендера страничек в интернете P30 Lite. Закрываем. Давайте теперь посмотрим в тяжелой игрушке PubMobile. Запускаем PubMobile. Посмотрим, где загрузится игра быстрее. Ну, понятно, что она P30. Ну, насколько большая будет разница. Смотрим. Тут уже есть меню. Все, уже можем что-то думать, регулировать. Графика стоит на максимальном, самом максимальном уровне. Так, вот показываю. P30 Lite догоняет. Так, смотрим тут графику. Тут графика стоит на уровне ниже. Больше поставить не можем. Не позволяется. Не поддерживается на этом устройстве. Теперь запускаем игру. Попадаемся в одной игре, скорее всего. И оценим скорость загрузки в лобби, насколько быстрее будет на P30. Так, попались мы. Похоже, что в одной игре, но в разных командах. Да. И видели, насколько быстрее загрузился P30. Окей, дальше вы видите уже игровой процесс, как он отличается. Так, загрузилась игра. Смотрим на лобби, как работает. Работает нормально, но есть чуть фрезы. То есть, на этом уровне графики игра должна работать получше. Устройство должен справляться с таким уровнем графики получше, но вот есть чуть фрезы. Работает не совсем плавно, как хотелось бы, но играть можно. Окей, смотрим теперь на P30. Ну, тут, конечно, все намного лучше. Тут идеально. Очень плавно. И отличная графика. Конечно, на голову лучше работает, чем на Lite-версии. И, в принципе, такая же ситуация будет во всех основных тяжелых игрушках. Тот же GTA San Andreas. То же самое на голову лучше будет на обычной версии. То есть, тут разница, конечно, есть. Идем дальше. Теперь поговорим о камере. В камерах основная у P30 Lite тройная. 48, плюс 8, плюс 2 мегапиксели. Фронтальная 24 мегапикселя. У P30 40, плюс 16, плюс 8 мегапикселей. Фронтальная 32 мегапикселей. Ну, у камерах тут, конечно, тоже колоссальная разница в пользу обычной P30 версии. P30 и P30 Pro это лучшая сейчас. Одни из лучших камерафонов. Вот тут, конечно, все намного попроще стоит. Ну, сейчас я покажу вам примеры снимков. Сравнение, сможете осуществить их качество. По автономности устройства примерно одинаковые. То есть, отличий особых нет. Один день работают. Может, чуточку больше, если поэкономить. Примерно разницы какой-то большой между наденными устройствами в плане автономности нет. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максима Байл. Комментируйте, ставьте лайки. Не ждите новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok